В аудитории тишина. Лекции идут у студентов по специальности маркетинг. В группе всегда можно отметить особенно увлеченных предметом студентов. Анна Букач – одна из них. Свою будущую профессию четыре года назад девушка выбрала осознанно. Правда, поступить сразу на бюджет не удалось. В зачетной книжке студентки практически все результаты отлично. Все потому, что прочные знания, по мнению Анны, помогут ей стать востребованным специалистом. Именно поэтому она регулярно участвует в различных научных конференциях. Целеустремленность девушки была замечена. И теперь Анна – студент-бюджетник. Мне пришлось заняться научной деятельностью, общественной работой и также хорошо учиться. Для этого я писала научные статьи, научные работы, участвовала во всех мероприятиях, что вообще возможно в университете для того, чтобы наработать общественную деятельность. Ну и училась, собственно, не пропускала пары, старалась тянуть оценки. Я очень довольна тем, что я получаю образование именно в этом университете, потому что он дал мне очень много возможностей. Я съездила в другую страну благодаря этому университету. Получилось там полгода. И вернулась сюда уже с знаниями из другой страны, знаниями из этой страны. И теперь я буду востребована на рынке труда, потому что маркетологи сейчас одни из самых востребованных специальностей. Реклама нужна везде. Поэтому я думаю, что у меня не будет проблем с нахождением работы, потому что я уже сейчас работаю и зарабатываю деньги. Всего в Брестском государственном техническом университете дополнительная возможность учиться на бюджете в этом году была предоставлена семи молодым людям. Для того, чтобы претендовать на такое предложение, в зачетной книжке студенты должно быть 75% отметок 9 и 10, остальные не ниже семи. Кроме того, активная научная и общественная жизнь, серьезные успехи в проектной деятельности. Да, требования высокие, но и результат стоит того. Например, на нашем факультете действуют студенческие объединения, это ЭКОМ, ЭКОстрой, КАМАКС, которые позволяют им писать статьи, проводить исследования. Также активное участие в общественной жизни предполагает, что они могут участвовать в наших мероприятиях. Это, например, участие в органах самоуправления студенческих, в соцсовете, в различных комиссиях, в координационном совете. Кроме того, очень у нас развито в университете, на факультете волонтерское движение. То есть создаются все возможности, главное только желание самих студентов. Кроме того, решением университетской комиссии 68 студентам в предстоящем учебном году снижена оплата за учебу на 20-40-60% в зависимости от среднего балла, полученного по результатам двух предыдущих сессий. И эта политика лояльности в отношении тех, кто действительно учится, будет продолжена.